Я уверена, многие не пробовали так готовить этот рецепт, но рекомендую вам попробовать. Что для этого нужно? Куриную печень нужно измельчить в блендере или любым удобным способом для вас. Затем добавляем измельченные 1-2 луковицы, но это все по вкусу, можете мелко нарезать. Добавляем 2 измельченных зеленых яблока, также измельчайте любым удобным способом, можно натереть на крупной терке, чтобы получился более пикантный вкус. Добавляем 1-2 яйца, но лучше 2 яйца, так как у меня, если честно, осталось одно. Добавляем соль и перец, затем любимые специи, которые вам нравятся. Далее добавляем муку. Если 2 яйца, то 3 столовые ложки муки. Если 1 яйцо, то добавляйте 4-5 столовых ложек муки и все хорошо перемешиваем. Затем на сковороду наливаем нормальное количество масс, разогреваем и выкладываем в виде оладушек половником ложкой, как вам удобно. И под крышечкой желательно. Обжарьте с двух сторон буквально по 2-3 минутки. Они быстро поджариваются. И вот такие вот оладушки получаются. Они очень вкусные. Подавайте с любимым соусом, с зеленью. Всем приятного аппетита! Готовьте с любовью и не забудьте поставить лайк. Почему я раньше так не готовила, если честно, я не знаю. Но рекомендую вам попробовать. Что для этого нужно? Куриную печень нарезаем мелко. Делаем все как на видео. Затем добавляем 2 яйца. Добавляем мелко нарезанный лук. Можно также измельчить его в блендере. Затем добавляем соль и любимые специи. Также это все по вкусу. Затем добавляем 2 столовые ложки муки. И нужно все хорошо перемешать до однородной массы. Затем на сковороду или жаровню, как у меня, выкладываем половникой или ложкой. На достаточном количестве масла и обжариваем с двух сторон. Также под крышкой, буквально по 2-3 минутки, чтобы все прожарилось. Так как куриная печень готовится очень быстро. Продолжение следует... И вот такие вот куриные растрепки получаются. Также подавайте с любимым соусом, зеленью. Это очень вкусно. Намного вкуснее, чем оладьи. Всем приятного аппетита! Готовьте с любовью и не забудьте поставить лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!